Почти как новый выглядит сегодня памятник китенку на второй речке. Хотя еще несколько дней назад вандалы пририсовали животному кровавые слезы. Но в этом случае вандализм заключался лишь в том, что хулиганы испортили саму скульптуру. При этом тем самым они хотели высказать свое отношение к убийству китов. Именно поэтому помимо слез оставили еще и надпись «Памятник китобоя». Между тем настоящий монумент морякам во Владивостоке появится, но посвящен он будет не одобрению убийств китов, которые в нашей стране отменили еще во времена Советского Союза, а людям, которые в морях рисковали собственной жизнью. Китобойный промысел, на мой взгляд, это серьезный, тяжелый мужской труд, который был необходим нашей стране в той речке. Поэтому то, что задумано, памятник, это памятник профессии, это памятник нашему городу, памятник нашей истории. 28 мая 1933 года первая дальневосточная китобойная флотилия «Аллиут» вышла в первый рейс. Из семи плавучих китобойных баз Советского Союза у четырех портом прописки значился Владивосток, у судна «Аллиут», «Советская Россия», «Владивосток» и «Дальний Восток». Поэтому именно наш город считают родиной российского китобойного флота. Кроме Владивостока такие флотилии базировались в Одессе и Калининграде. Каждый рейс – настоящее событие. Встречать китобойную базу на пристань выходили тысячи горожан. А теперь там же, на террасе морского вокзала, появится памятник тем, за чьи жизни переживал весь город. На встрече в картины галереи проект памятника представил скульптор Тимур Дорошенко. Этот вариант показался всем достаточно реалистичным. Чтобы каждый из вас, из детей, потом внуков, приходили и деда вспомнили, мужа вспомнили, отца. И потом, когда уже пройдет много-много, вспоминали, что Владивосток – это город очень многогранный. Город таких вот людей отважной профессии, которые выполняли государственную задачу и выполнили ее. Памятник вместе со скульпторами обсуждали и разрабатывали и ветераны китобойного и рыбного промысла. В результате, в качестве основного выбрали такой вариант – гарпунер в ушанке и телогреке около расчехленной гарпунной Пушкина, носу китобойного судна. Правда, искусствоведы сначала не оценили агрессивное лицо героя монумента. Но морякам, которые присутствовали на встрече, было, что возразить такому замечанию. А какую вы хотите иметь там физиономию, стоя против ветра, 5-6 баллов, всего тебя обдает водой. Ты видишься, или не видишься, я в бочке сижу, кричу влево, правее, правее, выходит, выходит, вот тут, там, он туда посмотрит, сюда посмотрит. А маты какие летят. Замечания касались и неточности в изображении носа корабля, на котором стоит гарпунер. Поэтому в конце встречи участники дали рекомендации скульптору доработать проект, который еще будет обсуждаться. Инна Щедрова, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.